доброе утро да да можем начинать так мы сегодня с вами продолжаем наш натюрморт итак у нас в принципе все тронута до все яблоки фаны драпировка листочки нам теперь остается доделать эту работу уже довести до окончательного результата так где мне банка смотрит вот значит сначала все смотрим анализируем что не хватает значит пока смотрим на референс смотрим на нашу работу яблоки более насыщенные у нас по цвету на картинке более такие желтые яркие поэтому нам этого цвета до этой красочности такой сочности и и не хватает в работе это первое что сразу заметно потом не хватает более таких более такого контраста в фоне например и тень за драпировкой вот здесь падающая тень ее не хватает сам в принципе как бы тон фона меня устраивает я его не хочу больше затемнять более-менее нормально возможно что немножко дать вот вот к низу этой драпировки да как бы такой плавный переход к низу такой тень и тоже эти яблоки чтобы у нас загорелись найти на этом фоне значит по поводу листочка этого тоже можно здесь желтым пройтись еще по свету добавить ему насыщенности здесь не хватает тени до вот этой вот половинки листочка ну и что еще по поводу драпировки да может быть как раз вот эти плавные тоже переходы сделать у складочек у драпировки ну и какие-то вот все остальные детали падающие тени у яблок более такой такие округлые формы придать объем сделать ну и все детали прорисовать то есть там какие-то веточки тоже есть так все можно начинать давайте наверное начнем с яблок значит он еще мы начнем в принципе чтобы не делать совсем одинаковые яблоки но они и у нас все но немножко друг от друга отличаются например там первое яблоко у него есть желтые немножко с зеленым до оттенком то есть средний яблоко более такой желтый почище цвет с правой стороны вообще прям зеленого оттенок то есть мы можем их по цвету тоже сделать как бы разными вот вот сейчас я возьму кадмий желтый и прям все яблоки пройдусь желтеньким палитра можно чуть-чуть лимонки даже туда добавить лимонный желтый так надо еще нам в каждую краску по капле сейчас добавим чтобы она размочилась потому что пока сухая с ней сложновато так вот даже зеленцу сюда добавила салатовый зеленый вот этот вот немножко в желтый такой яркий желтый получился вот мы его берем не трогаем только блики и проходимся по всему яблоку можно сразу прям вот сюда на эту сторону листочка зайти аккуратно проходимся то есть я полностью закрашиваю яблоко все она у нас уже смотрите как ярко и красиво стало так второе яблоко то же самое чуть больше желтого я добавила в него чтобы он такой зеленый был как 1 до 10 с этой стороны можно чуть с водичкой по блику поэтому пройти чтобы он совсем белым не был так и третье яблоко еще зеленцу сюда добавим наш желтый это же проходим все аккуратно с водичкой можно здесь глячок такой рассеянный свет ждем пока не у нас подсыхает вот они у нас загорелись уже хорошо теперь фон наверное фон дальнего плана возьму побольше кисть побольше кисть так у нас значит здесь такая такой цвет умбры до коричневый зеленый вот нам нужно набрать принципе этот же цвет беру темно-коричневый коричневый него темно-зеленый добавлю и добавлю наверное синий дига такой можно даже попробовать немного фиолетовый туда я набрала цвет в палитре а теперь чистой водой на кисти сделаю вот здесь вот аккуратно водичкой пройдусь чтобы у меня начинает размываться да так ладно тогда мы не будем так путем идти сразу будем красить цветом не надо водой проходиться или бумага так не дает в общем я хочу здесь дать немного тени так 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 сразу же вот здесь можно подающая тень дать от драпировки тоже Продолжение следует... Так, поменьше кисточку взяла, значит, и теперь вот можно с вот этими листочками тоже добавить им тени, набрать цвет, холодный оттенок туда уже вписываем, в фиолетовый, в темно-зеленый и добавляем ему тона сюда. Можно, чтобы он слишком таким одним однородным темным пятном не был. Вот мы сейчас закрасили вот эту лишнюю каплю и вот где-то здесь подвыбры, но не так сильно, чтобы немного посветлее, какой-то такой, может быть, там рефлекс был, да, внутри этого листа, вот чтобы он не глухим таким был. Так, вот здесь тоже листочек. Переход мы ему плавно сделаем. Фиолетовый, темно-зеленый. И у него какая история? Вот от серединки идет более холодный оттенок, да, вот то, что мы сейчас набрали с фиолетовым, с синим. А уже вот здесь вот к краю более теплые оттенки. Можно там бухру с зеленцой пройтись. У нас есть еще вот здесь вот, значит, стол, да, стол. Он, в принципе, у него тоже тень. Мы как раз сейчас этот лист оторвем. Набираем контраста, тоже с холодными оттенками, с фиолетовым, коричневым и с фиолетовым. Немножко, может быть, каким-то, то ли оранжевым. Да, наверное, чуть оранжевым сюда помешаем. И тоже оторвем отсюда драпировку и лист, и яблоко. Вот. Если собирается слишком много краски, может быть, взять ее, чуть подсобрать. Наверное, вот фон тоже, да, вот здесь внизу. Надо будет еще набрать. Может быть, к низу не делать такой темный, но вот ближе ко всем этим листочку, там, столу и драпировке набрать нужно, потому что сейчас пока вот лист пропал, да, нам нужно его тоже выделить. Поэтому наберем, если у кого-то там по тону более-менее, вы видите, что хорошо набрали до этого, тогда не трогайте. Вот. Я сейчас намешаю тоже с холодным уже оттенком, еще все отсвечивает. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Сюда вот немного с водой, этот же оттенок, чтобы он не такой яркий был, переход плавный. Сделаем. Вот. Так, переходим, значит, к нашей драпировке, пока все у нас там подсыхает. Мне, в принципе, все по цвету, по оттенку нравится, мне только нужно добавить более каких-то вот таких четких, да, контрастных теней, переходов, чтобы добавить такой объем в этой драпировке. Вот здесь начнем с самого верха, да, вот как раз перелом происходит. Такая у нас полукруглая, такая у нас полукруглая, как бы объемная драпировка вот здесь и падающая тень. Вот. Вот здесь не падающая, в принципе, тень по ней проходит, вот, нам нужно ее сюда добавить. То есть холодные тоже оттенки, значит, я набираю коричневый, темно-зеленый сюда вмешаю, фиолетовый, смотрим, как у нас по цвету получается, в каком количестве, может быть, даже синий сюда добавим. Так, и теперь с самого верха добавляю сюда. С водой чуть-чуть разбавляю и границу вот здесь более плавную делаю. Так, вот, допустим, все красить однотонно не надо, да, у нас там есть рефлекс более светлый. То есть я беру сейчас с водой и вот здесь все с водичкой прохожусь. То есть увожу этот контраст, увожу этот холод, чтобы он у меня как бы однородным таким не был. Вот здесь немного, чуть зеленого побольше добавлю. Вот. Фиолетовый сюда тоже вмешала. Вот. Границу поспокойнее сейчас тут сделаем. Границу поспокойнее. Границу поспокойнее. То есть это в те места, где мне нужно оставить более светлые, да, здесь вот граница тоже светлая, совсем нам ее нужно оставить более белой, поэтому где-то если зашли в нее, то нужно высветить. Вот я сейчас беру с водой и прохожусь вот здесь вымываю лишнюю краску, где у меня, я зашла, закрасила еще в прошлый раз, нужно вынуть. То есть нужен здесь свет. То есть нужен здесь свет. Вот. Я беру прям с водой, вымываю краску, может быть даже где-то корректирую силуэт границы. То есть выбрала краску, промыла ее в банке. И опять. Если у вас там хороший свет, не закрасили вы лишнее, то можно оставлять. У меня тут пока фон красила. Спасибо. Здесь тоже самое. Следующая у нас идет. Ниша складочка. Тут тоже света не хватает. Так, она у нас сейчас пока здесь мокрая, не трогаем. Вот в драпировке вот на этой складке тогда нужно сделать будет тень. То есть этим же цветом можно потом даже более насыщенно сюда поднабрать. под цветом более в такой фиолетоватый оттенок идет у меня тень. Вот я ее сюда. Еще важный момент, пока мы красим, вот здесь вот к самому краю, смотрите, вот между фоном и драпировкой тоже возьмите сейчас и тоненько так аккуратно высветлите границу. Почему? Потому что если заметим на референции вообще там идет такой тоже рефлекс. Вот эту светлую линию высветляем. То есть нам нужно оторвать драпировку. И здесь вот тоже самое тени добавляем. и по границе высветляем. У нас получается свет, полутон, тень, рефлекс идет и следующая уже складка начинается там тоже с падающей тени. Так, внизу с водичкой аккуратно увожу. Вот между яблоками вторым и третьим там тоже белый кусочек не оставлять, нужно его закрасить. Вот этой драпировки. Вот здесь тоже к самому краю получается белый. не оставляем, закрашиваем там где-то тени то, что нужно. Теперь вот на переднем плане драпировку по свету ее здесь аккуратно тоже оставляем. Вот он с переднего плана должен тоже загореться. А вот все эти тени мы им сейчас добавим контраст. То есть все, что мы сейчас как бы сделали с драпировкой в вертикальном положении, в таком свисающем. То есть нам нужно и здесь тоже самое проделать, добавить тени. То есть тоже самое я взяла темно-коричневый, в нее вмешала вот это темно-коричневый, фиолетовый, немного синего еще. У меня получился такой вот оттенок холодный. Вот мы сейчас его сюда добавим. То есть вот у нас здесь проходится в складках. Где нужно, например, аккуратно размыли границы, например, чтобы они не такими были у нас явными. Может быть немножко вот этот цвет, который навели, он там, например, чуть теплее. Да, вот я взяла туда какую-то уху добавила. Меняется оттенок чуть на свет выходит, значит он теплее становится. Вот здесь уже более такая теневая часть, мы похолоднее возьмем. Так, и здесь можно с водой немножко разбавить этот цвет, чтобы он неоднородный был по всей этой тени, потому что все равно там как-то идет конструкция этой драпировки, что она там более такая выпуклая, да, и на свет выходит. Значит, нам нужно ей добавить этого света. Так. Тоже какую-то складку вот сюда. И дальше у нас идет прям такая четкая, да, высветленная. Складка. Вот мы ее не трогаем, а ей сюда добавляем тень. Немножко ее в синий оттенок сюда такой вот положим. И более рассеянно сюда уже ее выкрашиваем. От самого холодного и немножко к низу теплее оттенок делаем. То есть сюда добавляем, может быть, охрую, да, чуть-чуть побольше. Постепенно, чтобы он, как бы, контраст сюда и добавлялся, но при этом еще и оттенок менялся. То есть она выходит на свет более теплой сюда выходит. Может быть, немножко оранжевый сюда добавить. Ну, что? Спасибо. Так, я вот сейчас полностью закрашиваю эту часть драпировки и потом в некоторых местах возьму сейчас с водой и какие-то складки вот так их выберу. Не очень сильно, но... Вот, у меня уже получается такая складка аккуратная. Здесь может быть тоже... То есть мы берем кисть с водой, если там, например, нужно хорошо вымыть цвет. Да, бывает такое. Прямо с водой беру, сюда добавляю эту воду, ей размываю и потом более сухой забираю эту воду уже с краской лишней. У меня как раз высветная здесь часть получается такая. Но сильно не трем по бумаге, потому что все равно она нежная. Значит, вот сейчас подвысохнет, вот нужно будет вот здесь по горизонтальной вот этой вот линии добавить как бы линию такую более темную. Тень пошла от яблока, да, вот здесь вот падающей. Нам нужно ее будет тоже добавить. И как раз оторвем вот эти вот две части драпировки. Здесь у нас более на свет вышла, да, часть как раз этой складки. Вот, и нам нужно будет немножко оторвать. Пусть пока это все подсыхает, здесь может быть тоже еще добавить переходик плавный, чтобы не такая четкая была здесь. А с этой стороны сейчас подмою, потому что закрасилась с той тени. Здесь тоже эту складочку подлинуть. В принципе, если делать все как бы более так быстро, вот, то можно это все не вымывать. Если не заходить на вот эти все светлые участки, делать просто сразу плавные переходы, не заходить за все эти границы, то вымывать ничего не нужно. Вот. Все равно, когда вымываем, у нас уже такая бумага рыхлая становится, да, тоже очень хорошо. Вот. То есть это один из как бы способов таких, может быть, что-то исправить. Вот я вам показала, с этой вымывкой это можно такое делать. Но хорошо, когда все учитывается, каждая эта граница. Поэтому вот рисунок мы сразу делаем четкий. Вот. И по всем этим границам аккуратно закрашиваем. Там более маленькой кисточкой. Но на это нужно больше времени. Вот. И более мелкой кисточкой, если бы мы это все сразу сейчас постепенно красили, то на это бы ушло несколько занятий. Вот. Так. Значит, возвращаемся к нашим яблокам. Вот какие-то части, вот, допустим, вот здесь вот, когда тень там не докрашена, фон. Вот все вокруг тоже нужно сейчас будет. Можно не сейчас, можно потом. Давайте потом. Ну, в принципе, пока я вижу, скажу. То есть вот, допустим, тоже у меня здесь не закрашен. Нужно потом это все будет закрасить, чтобы вот эти все какие-то кусочки, да, недоведенные, их довести вот вокруг яблока. И у нас как раз весь этот силуэт всего яблока, он выделится. Начинаем вот, значит, с этого прекрасного левого яблока. Смотрим на референс. У нас идет вот здесь вот по границе свет, да, мы его не трогаем. Вот здесь свет проходится, вот здесь с этой стороны проходится. То есть, сейчас я возьму карандаш. На заднейشке какой-нибудь другой. вот у нас по свету значит вниз проходится как бы границы светлая вот вот эта часть мы не трогаем сейчас вот от этой линии которая сейчас прорисовала набираем тон даже можно здесь тоже границу не трогать вот и еще делаем слой то есть набираем этот же цвет которым мы сейчас красили но в него прям вот самую капелюшку добавляем холодный оттенок то есть он прям чуть-чуть будет меняться не совсем но на самую малость сейчас проходимся оставляем здесь тоже самое свет мы не трогаем здесь вот тут проходит свет дальше у нас здесь идет свет так идет сюда тоже здесь такая тоненькая линия проходится здесь рефлекс тоже большой такой оставляем то есть вот такую вот часть тоже закрашиваем то есть в этот желтый я буквально прям одну каплю синего добавила особо сильно там ничего не поменялось он даже более насыщенный такой получился этот желтый но все равно тон сюда уже добавляем оставляем здесь та же самая ситуация проходимся так у нас оставляем свет здесь вот так до тени и здесь и здесь вот внизу тоже не оставляем так вот и Пока они у нас подсыхают, можно взять маленькую кисточку и сейчас прорисовать вот эти все веточки, которые у них есть, черенок. Если где-то совсем закрасим, как здесь у меня, значит я буду вымывать. Возьму маленькую кисточку точно так же, как все остальное мы сейчас сделали. И эту палочку возьму аккуратно и вымою отсюда. Так, здесь Чтобы проверить, подвысохло ли, берем вот так вот внешней стороной ладони и проверяем. Если уже сухая часть, можно пройтись еще раз. Вот у этого яблока, значит, смотрим, как у него там происходят все эти переходы. Вот здесь вот этот кусочек, у него есть такой немного охры. Плавный такой вот сюда мазочек, охры я добавлю. И в нее дальше у нас вот с этой стороны потихоньку. Идет уже тень, да, с этим рефлексом. Посмотрите, нам нужно теперь сюда, к низу, тоже добавлять тон. Отсюда оставляем вот этот кусок, который есть. Вот сюда добавляем тоже тон, чуть-чуть насыщаем его. Здесь рефлекс составляем, не трогаем его вот это место. Часть тени тоже нужно будет сейчас ее набирать. То есть вот все вместе будем вот так вести. Значит, начинала я вот с этой охры, которую сюда добавила. Можно взять поменьше еще есть, но надо было какую-то среднюю, но такой нет. Ладно. Значит, вот сюда добавили эту охру. И дальше в тень у нас она переходит. Значит, нам нужно сюда тень эту добавлять. Тоже я синий добавляю в эту охру. Как раз пока у меня тут есть эта краска охра, я ее сюда прописываю. Допустим, вот рефлексы здесь мне не нужно трогать. Я с водой взяла, прошлась. Сюда, к низу, с охрой я насыщаю тоном. Взяла вымылую кисточку и по границе нас сюда вот так вот аккуратно выбрала рефлекс. Здесь вот границу чуть-чуть ее тоже более четкую сделать, потому что там фон зашел. Так, вот здесь вот чтобы не делать такую тоже резкую линию, плавную нужно переход сделать. От цвета вот к этой вот всей тени. И здесь тоже. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Книзу можно тоже чуть-чуть выбрать... Дать рефлекс такой... Здесь тоже еще можно прям выбрать... Как раз плавно такой переход сделать... От светлого и она так плавно переходит в эту тень, в рефлекс. То есть уже у него объем получается, видите, постепенно. Мы потом еще здесь пройдемся... Там падающая тень на нем или какая... Вот, добавим. Здесь тенюшку тоже по форме добавим от... Нет, нету здесь никакой тенюшки. Короче говоря, вот здесь вот тень. Книзу еще добавим. Так, пусть он сохнет. Здесь вот тень от листочка. Так, вот теперь с этим вот яблоком. Тоже ухрой пройдусь. Ухрой внесят. По краю. И от этой ухрой добавляем уже тень. Вмешиваем туда синий оттенок. Такой намешиваем. Я взяла даже такой коричневый. И вмешала туда синий. Синий. Где-то вот вымыла сейчас кисть. И чуть-чуть побольше синего набрала. С водичкой вот так вот пройдусь сейчас. Тоже здесь. Аккуратно так этот рефлекс ставлю. Здесь вот границу выберу, потому что зашла с фона. Окей. Тоже. Сверху еще выбираю цвет. Свет нужен там. Сверху еще выбираю цвет. Сверху еще выбираю цвет. Сверху еще выбираю цвет. То есть мы как раз там добавили оттенок поярче. Теперь вот этот цвет мы возьмем сейчас. Вот эта вот часть верхняя, как раз вот здесь по нему свет проходит. Вот этот цвет в некоторых местах мы сейчас более плавно выымаем. Сверху еще выбираю цвет. Вот здесь тоже рефлекс. Можно выбрать, чем засветится. Так. Вот у листочка тоже не хватает. Поэтому вот здесь граница светлая такой. Пока у нас яблоки подсыхают. Вот эту веточку тоже я закрасила. Я ее сейчас вытащу оттуда. Здесь граница по свету тоже. Я ее закрасила. Я ее закрасила. Здесь. Сверху тоже. И вот толщину ей этому листочку. Там, правда, более такой вот красивый силуэт. Вот надо этот силуэт найти, где он тут потерялся. Где-то чуть более сильнее подвымыть. Где-то не так сильно. Вот здесь вот кончик у него такой высветленный. И вот смотрим вокруг. Да, вот здесь вот край. Там, кстати, сейчас я прибавила вообще этот референс наш. Вот тут вот какой-то то ли там ткань, то ли драпировка. Я уж не знаю. Но надо добавить вот здесь более темный как раз кусочек. И у нас выделится этот лист на фоне. Вот здесь тоже тень, падающая от листа на столе. Вот у нас проходится свет идет от стола. Стол вот здесь заканчивается. Тоже от стола вот здесь чуть набираем. Вот здесь идет падающая тень от листа. Мы здесь тоже это все набираем. Вот здесь вот добавим. Там что-то такое еще есть более насыщенное. То ли драпировка, то ли я уж не знаю, видимо, что-то на столе лежит. Добавим. Вот здесь вот не хватает части тоже. Сейчас высветлим часть листочка как раз. Так. Наберем вот здесь тона побольше. Края вот тут, уголочки закрасим. Сейчас выделим здесь. Что-нибудь тоже посмотрим, как там проходит. А здесь у нас сейчас посильнее высохнет яблоко. И мы ему тень вот тут вот добавим. Как раз у нас граница выделится вот тут. Так. Здесь у этого яблока. Его тоже будем сейчас набирать тон. Отсюда идет. Вот отсюда идет тень. Мы ее эту тень вот так по форме добавим. Так. Здесь у нас непонятно. Веточка проходится. Здесь тоже тень наберем. Сейчас у нас граница выделится. Так. Вот здесь значит надо будет набрать сверху у драпировки немножко. Вот так книзу наберем. И побольше. Здесь тоже вот прям чуть-чуть вот у края совсем драпировку. Вот сюда тень добавим. Так. И здесь наверное тоже. Вот мы высветлили как раз сейчас. Вот у второго яблока. Вот здесь ука света прошлись. И книзу вот здесь немножко наберем в тон драпировки. Вот здесь не хватает тоже тона. Там видимо тень такая форма сломалась. У яблока вот она цветок тени сюда повернула. Добавим. Здесь тоже не хватает. Это уже такие были такие маленькие части. Ну вот начнем тогда вот с этого кусочка. Какая-то такая драпировка или что какая-то. Ну тоже контрастная. Такая с коричневым с зеленым. Вот мы ее сейчас как раз аккуратно маленькой кисточкой. Вот все эти уголочки прям до конца проходим. Не закрашиваем ветку которую сейчас вот тут вымывали. Аккуратно. Как она у нас там идет. Кривая такая веточка красивая. Так. И смотрим ветка это выше или ниже идет эта драпировка. Что-то там может быть повыше давайте тут какой-то. Какие-то складки да силует. Наметим. Можно немножко оранжевый сюда добавить. Так. И пойдем все аккуратно. Как раз вот темным сейчас проходимся. И вот эту вот высветленную границу которую мы сейчас сделали у листа. Делаем такую ей рифленность. Уже у нас не совсем плавная там силует этого листочка. Мы его сейчас и добавим. Вот здесь значит стол. Смотрите. У него вот на свету вот здесь да самая такая светлая. Где часть проходит сама более какая-то скажем желтая. Вот я наверное ей сейчас желтый и пройдусь. Так. Прям с охрой что-то такое. То есть надо и тон набрать там. Сейчас он какой-то белый у меня такая вот здесь. Белый кусок. С лимонкой туда с карманом желтым. И потом в охру. Переходит в охру. И в тень переходит. Как раз такой более холодный оттенок. Аккорд. Уже еще дополнительно. Уже делаем его много. Уже на вас изведите. Карамзер много сил. Уже на сайте. Ига. Уже на какие-то все. Уже на меня. Уже на кокке. Уже на наклеком. Уже на анклее. Уже на моих. Уже на бросок. Еще набираем тон вот этого цвета, который мы набрали. И проходимся вот с этой стороны. Тут маленький кусочек можно с тени начать к низу. А повыше, вот куда поднимается яблочко, ну тут охручки добавить. Охручки. Вот здесь теперь нам нужно, во-первых, вот здесь идет тень от листа, вот прям от края листа. Прямо где касается лист драпировки, линия проходит такая более темная, да, она переходит к белой драпировке. Нам нужно ее сюда добавить, эту тень. Прямо там где касается листик. И теперь переходим вот к части, где заканчивается стол и переходит в фон. Вот тоже вот эту границу, здесь нужно ее более как бы по-насыщеннее сделать. Набрать. И мы оторвем и лист, и стол, и как раз сейчас край листа сделаем более такой рифленый. И здесь тоже. Вот здесь. Книзу уже поспокойнее можно. И сюда тоже рассеивается уже свет. Мы разводим этот контраст, сильный такой, более плавно переходит. Петон добавили сюда, еще выделили драпировку. Теперь лист, значит, вот этот наш листик. Так, что хочется сделать? Во-первых, хочется вымыть этот свет потерянный. Сейчас пройдемся аккуратно. Вымыем ему свет. До белого не вымывай, потому что все равно это у нас как бы дальний план. И теперь вот у нас этот кусочек, который вышел как бы на свет. Вот я ему прям как бы половинку вымыла, половину оставила. Но теперь нам нужно его оторвать, этот кусок как бы от фона. Вот фон теперь вот здесь книзу нужно немножко мне набрать. Вот прям к силуэту яблок, к силуэту драпировки. Вот здесь тоже аккуратно сейчас пройдемся. Может быть и даже вот тут вот уголочек тоже набрать надо будет. Сейчас аккуратненько набираем тот же как бы цвет, который у нас здесь есть. Но прям чуть по тону потемнее набрать, чтобы вот здесь к границам усилить. Здесь вот с охрой, с маленьким таким набрала. На столе очень неудобно красить. На столе очень неудобно красить. Прямо аккуратно вокруг геомок. Да. Да. Продолжение следует... 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 А здесь с внешней стороны тень добавляем, оставляем свет по краю. И вот тут вот как раз немножко добавим тень. И в охрану туда переходят от холодного более тёплого. До самого края не доходим, потому что у нас там идёт уже свет. И здесь плавно тоже переход делаем. Тень, ещё значит нужно будет добавить, оторвать эту палочку. Так, дальше вот у нас. Сейчас потихоньку, вот прям по маленьким частям будем добавлять. Здесь всё тоже начинает. Есть такая как бы форма, да, вот так от одной как бы выпуклости в другую переходит. Нам нужно немного как бы тень или какой-то такой слом сделать. Вот я сейчас охру сюда занула. Вот. Дальше. Вот здесь вот. Вот прям от края тоже чуть-чуть охочки добавлю. И в свет. И в свет. Надо потихоньку перейти к свету. То есть набрала цвет, а теперь сюда плавно-плавно переходим. Форму делаем объёмную. И опять вот сюда к низу у нас идёт, где сидит эта ветка, да, там у нас получается форма вниз спускается. Соответственно как бы тон надо набирать. То есть мы набрали, высветлили. Теперь опять набираем вот сюда к низу. И здесь уже идёт как бы по форме тень, да, от нашей ветки. Вот мы её по форме, эту тень сейчас. Удавим. Аккуратно. Так. Дальше. Вот здесь. Где мы сейчас добавили охру. Тоненькая такая там идёт тоже линия. По краю. Вот мы ей добавили тень. Вот она дошла до сюда. Чуть-чуть я её слишком длиннее делаю. Короче. Дошла до сюда. Потом она вышла, эта тень, на другом яблоке. Вот мы её раз потеряли, потом она раз выходит вот здесь. По этому яблочку. Тоже сейчас надо будет эту линию более такую рассеянную. Тут сделать, чтобы она не так резко как будто приклеена была. Вот аккуратно. Тоже вот мы сейчас отрываем одно яблоко от другого. Добавляем. Добавляем сюда тон. Так. Добавляем сюда тон. Так. Теперь надо будет это красеянную сюда протянуть. Так. Тут смотрим. есть сухая часть. Здесь сухая часть. По-моему, надо сейчас доделать. будет. Тут добавим тень. Слишком тёмная. Авуми. Всё, всё, всё. вот смотрите самая как бы насыщенный тон вот у нас будет проходить здесь идет блик до свет как бы проходится потом набирается постепенно еще тон вот как раз вот здесь вот она проходит как бы более самое такое насыщенная тень по форме одни вот дальше она переходит плавно тут в рефлекс мы ее как раз уже тут спокойненько так успокаиваем эту тень которую выбираем сейчас здесь прошлось теперь нам нужно дальше опять ее рассеять здесь книзу тон набираем вот у нас как раз этот тон он оторвет это яблоко и от драпировки здесь тень да как раз вот он там где касается яблоко этой тени вот мы здесь и добавили так вот тут поспокойненько так чутко так аккуратненько так рефлекс от границы и россии вместе спокойно у нас уже форма начинает где-то как-то до ломаться получается все пока мы оставляем и сохнет и теперь это яблоко можно добавить в принципе в драпировку можно добавить как раз как раз у нас есть это яблоко и одно и второе как бы выделиться еще тона вокруг аккуратно по форме как у нас тут прошла так вот здесь здесь и тут тоже аккуратно Немножко отсюда. Немножко поспокойнее сделать переходы. С этой стороны тоже хватает ей. Все, тут не трогаем больше драпировку, потому что у нас тут тень проходится по яблоку. Там более светлая на свет выходит драпировка, поэтому мы ее не трогаем. Может быть, вот тут еще немножко дать рассеянную такую часть. Все. Что-то лишнее, что-то закрасили. По свету прям границы, ее надо четко разделить. Здесь такая же история, вот прям границу нужно высветлить. Браницу. Все. Так. Яблоко. Маленькую кисточку беру. И проходимся по всем. Сломана. Здесь вот поворачивается форма. Чуть-чуть я слишком переборщила стену. Важный момент, когда уже работаем, заканчиваем, доделываем, чаще надо менять воду. Потому что мы тут часто вымываем что-то, нам нужна чистая вода. Здесь нам нужно сделать вот эти вот все слова. Ветку. Нитечку. Присуем тут. Тоже можно прям вокруг раз, тут свет оставить. По границе чисто какую-то водку. Вот. Вот. нужно выбрать, чтобы не так темная. Аккуратно. Тоже от этой вот веточки даем тень. от темного. И переходим плавно по форме. все на большую рассеянность. Аккуратно. Аккуратно. Сверху еще здесь есть такие сломы. Добавим. Добавим сейчас вот сюда. сверху паккуратно. Так. Так. Мы к этому свету как бы набираем сейчас вокруг тон, волновьем. Так, вот здесь вот по краешку добавляем, свет вот здесь, да, идем, значит нам нужно аккуратно здесь с переходом таким добавлять уже в тень. Форма пошла, значит нам нужно здесь набрать, он боком к нам сидит, стоит, не знаю, это яблочко. Вот сейчас по кругу еще сильнее набирают он, здесь вот начинается уже переход в тень. С водичкой все это вот так постепенно, вот сейчас в тень надо набирать, вот эту оху и сейчас пройдемся. И теперь начинаем сюда тень, тенюшку убирать. Постепенно убираем, убираем. Вот здесь к самому краю. Вот здесь к самому краю. Вот эту границу тоже ее спокойно. Можно усилить падающую здесь еще. Значит там, прям по границе вот так вот линии прохожусь. А отсюда вот эту тень прям градиентом таким. Да что же я пальцем сильно прошусь. Вот, чтобы у нас там был рефлекс. Вот тут с водичкой раз, разбавила. Нет. Вот так вот. Вот. Так. Здесь. Где-то может быть подвысох. Вот эти вот тени усилить. Может быть какие-то вот там рисунок есть, да, по этой веточке. Вот так вот добавить. Не рисунок, а она такая рифлёная. Вот по форме прям пройтись этими тоненькими линиями и прорисовать. Так, тут тоже тень. И вот у этого яблока тоже здесь в нашу ветку сейчас мы ему добавим. Так, она у нас, а, она там с той стороны всё понятно. А я ему всё хочу сюда эту веточку прицепить. Ну, в общем, сейчас вот свет сверху вот у этой ветки её надо вынуть. Короче говоря, потому что сейчас потерялась эта ветка. Вот так аккуратненько. А здесь тогда наоборот надо высветлить ему прям по краю яблока этого высветлить. Вот так вот. Вот здесь вокруг есть вот, где мы сейчас свет. вот высветили у этой палочки. Чуть-чуть фон вокруг ей добавим. Потемней и как раз у нас эта палочка. Аккуратно так прям, чтобы еле было вообще заметно, что тут что-то добавилось. Надо выделить эту палку. Так. Так. У этого яблока вот здесь не хватает тени. Надо добавить. Получается, что происходит. Тень от листочка добавить. Тень от листочка добавить. Тень от листочка добавить. Тень от листочки добавить. Так. 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 Нужно не хватает с этой стороной. Здесь тоже у охвачкой можно пройти. Нельзя чуть-чуть набрать. Спасибо. Эти все границы, они очень-очень плавные должны быть, прям вливаться от одного цвета в другой, все эти оттенки. Так, смотрим, что у нас. Где что добавить, может быть убрать. Может быть вот здесь. По форме немного свет такой-то аккуратный. Здесь можно тоже чуть-чуть светом. Так, ну в целом, как бы вроде бы, вот какое-то пятно, то ли оно не прокрашивается из-за бумаги там, что-то может быть резинкой прошлась. Да, оно не прокрашивается. Можно вот здесь тень еще добавить. Здесь тень, здесь тень у драпировки. Там ее оторвать тоже. Там ее, в принципе. Там ееyor. Там она, да. Спасибо. Вот здесь тоже тенюшку такую горизонтальную. Мы свет вымолеем в тот раз, а теперь вот у этих складочек немножко тени надо убирать. Так, ну давайте какие-нибудь вопросы, задавайте, что получилось, что нет. Я пришлю тогда свою работу. Давайте, присылайте. Смотрите, чего в этом вообще не хватает. Все посмотрим, что там нужно. Так, вот здесь вот тоже. Что-то у меня на драпировке зазеленели резко. Зазеленели? Может быть желтый туда добавили? Вроде оранжевый. Потому что мы же постепенно добавляем, 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 да, вот эти все оттенки, там тени. Вот. И может быть что-то с чем-то начинают где-то там совмещаться. Да вот именно эти красители какие-то. Рядом. Пускай будет зеленые. Да. Тогда такой вопрос. Получилось ли сделать объемные яблоки? Ну, не нам судить. Но все равно. Так, наверное. Все равно. Издалека вижу, что есть рефлексы, да, тени. Все вижу. Да. Я пришлю, может, лучше будет видно. Бьем как бы немножко чувствовать. Вот тени не хватало. Не знаю, может быть там зеркально как-то получилась фотография. Вот у крайнего яблока не хватало тени. Он какой-то слишком такой однотонный получился. Я его замазывала, замазывала эту грязелку. А вы говорите, не хватает. Сейчас опять эту грязь добавлю. Да, да, да. Вот ее она там как бы не хватает. Я ничего трогать не буду. Все ясно, ясно. Я поняла. Но ничего, все равно. Рефлекс, тени. Вижу, как бы объем чувствуется. Вот. Так что молодцы все равно. Сложная работа, конечно. Но с драпировкой. Вот много кто присылал работы свои. В любом случае, очень хорошо получилось. Вот. В принципе, и чувствуете цвет. И, ну, динамика вообще видна. То есть там по сравнению с первыми работами еще с лета. Да, и уже сейчас какие мы с вами делаем серьезные работы. То есть видно, что улучшается. Вот. Так что всем спасибо за внимание. До следующего. Спасибо, Машенька. Вы к нам очень добры. Спасибо вам огромное. Все. До следующего вторника. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok